Давайте наберем на этом ролике 80 лайков и завтра выйдет видос о самом прибыльном деле на CCD Planet. Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, да, хотел сказать, CCD Planet всё как всегда. Всем спасибо, что вы поддержали первую серию, мне очень приятно, и вторую, да, конечно, это будет третья, но записывается она после первой, ну да, ладно. Сегодня мы будем покупать мне первую тачку, так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Короче, пацаны, приехали мы в салон дешёвых автомобилей, который находится в Paleta Bay, ездил я на аукцион, и сейчас я вам всё подробно расскажу после того, как куплю. Вот, купим мы с вами сразу GMC Sierra, она как-то так называется, за 350 тысяч, вот, а можно покрутить, нет? А, вот, всё, левой кнопкой мыши крутим, колёсиком отближаем и приближаем, у меня просто колёсико сломано. Можно выбрать цвет корпуса, жалко, что не RGB-шное, выбираешь только из стоковых, которые доступны, у меня, конечно же, будет он, ну, чёрный. Дополнительный цвет это чё? Это салон, угу. Салон у меня будет чёрный, чёрный на чёрном, зашибись, совершить покупку. И, да, покупатель не указан, марка, модель GMC Sierra, тип транспортного средства, автомобиль, налог 7400. Это у неё чё, 740 лошадей или чё, или сколько там? Короче, сейчас, пацаны, я всё вам подробно расскажу. За данное транспортное средство продавец получил деньги в сумме 350 тысяч рублей, полностью продавец. Ага, можно нажать, нет? Указано, окей, подпись покупателя, значит, сразу делаем подпись. Это, пацаны, это ракета, короче, всё. Покупку подтверждаю. Автомобиль успешно был куплен. 175 XP дали от покупки авто. Я теперь успешный владелец своего говна. Ага, то есть гараж, то есть доставить. Показать ПТС, можно ПТС посмотреть, давайте ПТС посмотрим. Ух ты, ё-моё, как-то это интересно. Тони Руссад, а, можно посмотреть, сколько всего владельцев. Дата, пробег, сколько наездил. Тайп, 185 лошадей. Эй, снаряжённая масса, офигеть. Тип двигателя, газолин. Короче, в чём прикол, пацаны? Если мы зайдём сюда, зайдём в транспорт, и покрутим вниз, или... А, вот, в налоги. Sorry. Мы здесь прочитаем, что налог на авто рассчитывается мощностью авто. Лошадиные силы. Налог на автомобили. Алё, это же не РП, это же РПГ. Короче, CCD меня что-то в последнее время расстраивает, потому что она хочет просто половину тачек из кейсов, которые через F10, которые будут вообще по оверпрайсу стоить, доставить. Всё. А чё так далеко спаунится? Кстати, я номер не смотрел. V243, VRT. Ну чё не 234, а? Короче, я расстроен из-за того, что половина тачек, во-первых, из кейсов, во-вторых, есть и 39 обычные, оказывается. Есть M5 и 39, которые по разным ценам. Также есть половина тачек из кейса, что их будут по оверпрайсу продавать. Также налог на тачки, но это же бред, это бред. Всё, мы поехали, короче, в машиномонтажку. Сколько? 49 тысяч. Самые дешёвые диски? Не подходит ступица. А, значит, на спорт, да, ещё нужно? А можно узнать, какая у меня ступица? Для бездорожья, наверное? А, да. Только такие я могу поставить, да? А, например, спорт. Обычные. Ага. Либо такие, либо такие. Не, ну я бы такие поставил, но 200 тысяч за диски я ещё не тупой. При замене текущей дисков или возврате в сток вам будет возвращено 70% стоимость от всех цены. Ага, то есть можно купить на таких вот дисках, поставить обычный. И ещё получить с этого деньги. Ага. Такие за 60 я бы поставил, но, пацаны, я не буду. Потому что сейчас это меня не особо волнует. А чё по покраске здесь? О, а теперь уже здесь можно выбрать RGB-шный цвет. Вот это мне уже нравится. Только какой цвет я красить, я ещё не знаю. Так, можно покрутить? Вот, да. Так, отдалить. Вот, оно на паде и работает. Плюс, минус, Z, X. Ага, понял, не работает. Тонировка стёкол. Во, вот то, что я сделал, это тонировку. Кстати, классно, что не нужно платить за всё. Ну, отдельно за боковые, отдельно за заднюю полосферу, отдельно за лоб. А сразу всё за 5 тысяч затонировал. Зашибись. Цвет дисков. Можно поменять? О, здесь даже такое есть. Голубое серебро. Ну, у меня нету дисков, да. Основной цвет кузова, вот здесь RGB-шная штука. Только в какой цвет покрасить, я вот, ХЗ. Мне кажется, как была она чёрная, пусть и будет чёрная и тонирована. Ну, чтобы подобрать цвет, ну, это ещё на пикап, это Unreal просто. Поэтому 5 тысяч нормально. Так, значит, у нас есть Detailing Studio. У нас есть... А, вот, ещё визуальный тюнинг. А теперь поехали в визуалку, может, что-то ещё найдём. Но, смотрите, как здесь офигенно горят фонари и фары. Вот, смотри. Опа, ничего не горит. Опа, опа, опа. Сделаем бурнаут. Сотка литров бак. Кстати, давай попробуем заправиться. Ага, Air. А, Air, заправка, и Тодик. А, вот, всё. Ага, и заправить. 52 рубля за литр, нифига, 156 литров. Машина заправляется. Ага, и ждём. Жалко, что нету звука, может, есть, только у меня чё-то забагался. Именно от этого звука, от заправки. Было бы прикольно. 100 литров, мы отправляемся 10 километров. Мы погнали, и там, в принципе, уже продолжим. Так, пацаны, я не успеваю, уже сегодня должен был выйти этот ролик. Но записываю только сейчас. Почему? Потому что, когда я записывал ролик, ещё обновление не вышло. И на этот Ford, ой, говорю, Ford GMC Sierra ещё тюнинг не добавляли. Сейчас на него добавили тюнинг. И давайте посмотрим. Багажник. О, по 25 тысяч. А, то есть можно разный, да, добавлять? Вот. Но можно добавить по приколу сток. Вот, давайте я не буду, конечно, его покупать. Блядь! Я купил, сука. Дебил. Так, а в чём прикол рамы? А, брызговики, понимаю. За 10 тысяч. Фондора. Не, не буду. Капот. Не буду. Ну, вы видите, да, и боковая юбка, это выход, да. О-о-о. Не, не буду. Я случайно купил эту хуиту за 25 тысяч. Блин, ну ладно, хоть теперь стильнее смотрится. А, она не светится, да? О-о-о, она ещё светится. Ладно, пацаны, 25 тысяч недаром выкину. Сука, это я затупил. Я думал, знаете, как в МТА, там, типа, добавили в корзину, а потом всё купили. Да-а-а. Да-а-а. Короче, пацаны, и последняя метка, которую мы ещё не посмотрели, это станция техобслуживания. Я так понимаю, там ставятся чипы... О, кстати, какая-то антенна добавилась. Там ставятся чипы на тачку, и она едет просто максимально бодро. Поэтому сейчас мы приедем, посмотрим, что там по ценам. Там, говорят, нужно самому настраивать, и очень, типа, сложно. Но сейчас мы приедем. Ой, что-то она кренится, капец. Потому что 170 ехать, это такой себе бред, конечно же. О-о-о. Нажмите B, чтобы открыть редактор. Ямай здесь игроков. Трансмиссия. Ага, стейч нужно. Это, типа, в каждой позиции есть по три позиции ещё? 12, 25, 40, они так будут стоить. Ага. Типа, какую позицию хочешь, такую открываешь и добавляешь, да? Нет, там только по очереди. А, типа, если я куплю там тяги двигателя, я её изменить не смогу. На первом стыже тебе доступно несколько параметров. На втором ещё несколько. И на третьем все параметры. Ага. Вообще, лучше всё сразу покупать. 80 тысяч ты потратишь всего на эту. А кто прямо так умеет, чтобы зарядить эту пушку? Я видел, как эти джипы летают. Ну, я тебе могу сделать, чтобы она, типа, ехала хорошо и как картинг управлялась, типа, чтобы им носила. О, вот это было бы хорошо, вот это бы помог. Здорово, здорово. Привет, здорово. Как вам в смире? Привет. Да нет, вот здесь видос пишу. Короче, можешь объяснить, да, Максон? Ты чё, чё, куда я ставить? Какие значения? Открытие, так понимаю. Ага. Так. Привод на единичку, дальше чё? Количество передач я не знаю, потом тяги, по-моему, двигателей, как-то называется, на максимум. Инерция двигателя тоже на максимум. А, на поочерёдности, бля. Там последние два параметра я не отвечаю, но чуть-чуть их увеличу просто. Так, значит, сюда двоечку ставим. Ой, а чё, нельзя? Два. В тормозах тоже примерно там по одной целой добавь к каждому параметру. Два и три. Так, получается, в трансмиссии вот эта передача пропустил, увеличил там максимум двоечку, два и три поставил там в следующем. Забыл, чё, я нарец его. Да-да-да-да-да. А дальше чё? Короче, смотри, в тормозной системе ты первый параметр увеличиваешь примерно на одну целую, ну, то есть там стоит 0,5, ты ставишь 1,5. А множитель вот это всё? Там множитель сцепления ещё в трансмиссии? А, в трансмиссии, но там их тоже чуть-чуть увеличить, примерно на одну целую тоже где-то. У меня там 1,2 стоит, чё поставить? 1,4 где-то? Не, поставь примерно по три. По три? Каждому. Окей. Ну да, приблизительно. Поставил, поставил, поставил. Так, следующий чё у нас? Колёсные тяги заходи. В колёсных тягах, короче, выворот ставишь на 45. Ага. Сцепление на максимум, пробуксовка на максимум. Сцепление на максимум, пробуксовка на максимум. Давай, 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 проезжай. Ну. Алё. Нормально? Плять. Тойопто. Вот, всё поставил. Вот, на максимум. А боковую силу сцепления на 25 примерно поставь. 25. Ой. Вот так, 20. Тойопто. Я же 25 пишу. Сцепление при низкой, короче, 1.6 примерно. Все параметры сцепления ставишь на максимум. Кроме параметры сцепления при низкой скорости. Заходи, короче. Эй, ёб ты, дожи! В подвеску заходишь, короче, в самый низ не ставишь. Да да, проехать, мы заебали, блядь. Трансмиссия. Какая трансмиссия, ёб ты, иди в школу. Где маху петушара ёбаная, блядь? Твой отец петушара, ёб. Давай, иди, броня, друг. В подвеску, короче, там в самый низ, в самый низ ставить, там типа высота крена или что-то такое. И там, ну, эти два параметра на 0.4 ставишь. Трансмиссия давайте ещё один поставим, пацан там говорили. Я услышал так. А в тормозах чё там? В тормозах просто увеличив чуть-чуть тоже, там, на 2, при низкой скорости. Близительно сцепления при низкой скорости на минимум. Ну, кроме этого. А, ну ладно, тогда давай так. Короче, двоечку, троечку поставим. Короче, смотри, силу торможения на 1.5 поставь, а силу при этом при ручнике на троечку. Да, я на троечку, это на двоечку. Минимум, делаешь сцепление при низкой скорости. Чё, поедем проверим? Поехали. Так, о, о, о. Не знаю, чё-то передачи всё равно есть. 180, 200, 210. Ну, поярче, поярче, а по тормозам чё? О, прям тормоза хорошие, хорошие. Да, да, да. Да, ну, было сходу с тещиной. А, ещё лайфхак есть. Смотри, типа разгоняешься, короче, альтф4 нажимаешь? Ой, больно. Альтф4 нажимаешь, она у тебя, типа, останавливается резко, потом эскейп. Ну, там, когда альтф4 нажимаешь вгт-5, там предупреждение вылазит. Типа, что не хотите выйти? Ты нарезка останавливается, типа? Да, да, да. Ну, попробуй сам. Ну, или сядь, 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 и покажу, типа. Давай. Ещё раз, сгонимся, чекай, прикольно. А, да? Как-то так. Неплохо. Но по факту она едет быстрее, типа. Если там ещё посидеть, покрутить эти настройки, или бы вы посмотрели и сказали, типа, Эван, ты не то поменял, то поменяй назад, типа, ты репыры, ты не то сделал. Это фейсспам, напишите мне в комментариях, что изменить. Также можете расписать фулл чип, просто самый лучший, на ускорение, на торможение, на управление. Вот. Я ваш комментарий закреплю внизу, вот, чтобы всем было понятно. Вот пока что такой вот чип, на первое время, я думаю, пойдёт это получше, чем стоковая. 80 тысяч я заплатил. Вот. В принципе, пацаны, там всё. Вот такую тачку мы купили, всего лишь заплатили 350 тысяч. Ещё на тюнинг двадцатку, на тонировку пятёру, на Ft80, чип поставили, я надеюсь, вам этот ролик был чем-то полезен. Также хотел сказать, если этот ролик наберёт, давайте, ну, сколько, сотку вы уже набираете на двух роликах, очень хотел сказать вам большое спасибо за актив. Давайте, если этот ролик наберёт, ну, давайте хотя бы, окей, 80 лайков, то сразу же на следующий день выйдет новая серия. А я вам расскажу, почему именно эту тачку я выбрал. Никакой там ни лупаты, ни 39, а именно эту. Потому что эта тачка очень, как бы, ценится в кругу людей, которые зарабатывают бабки. Она очень помогает фармить деньги вообще по-бурому. Если тебе интересно, так что ставь лайкос, и если наберётся 80 лайков, завтра и выйдет ролик о самой прибыльной работе, получается, по самому прибыльному деле на CCD Planning GTA 5. Также не забывай про кнопку подписаться, ведь здесь выходит очень много интересного и полезного контента. Нажимай колокольчик, чтобы смотреть мои ролики всегда первыми, также напиши в комментариях, какая у тебя была самая первая тачка на CCD, возможно, у тебя их уже несколько, будет очень интересно почитать. Ну, с тобой был Иван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.